Наверное, каждый человек в преддверии нового 2022 года мечтал о том, каким он будет. Загадывал желания, выстраивал планы и писал на листочке список дел, которые обязательно нужно выполнить за ближайшие 365 дней. Сбылись ли самые сокровенные желания жителей Саранска? Случилось ли в 2022 году чудо? И какой момент запомнился особенно ярко? Эти вопросы мы решили задать прохожим. На определенном поступлении в высшее учебное заведение. Познакомились с новыми людьми. В принципе, хорошо общежитие 15-е. Да и в целом хорошее настроение. И пока сдаем хорошо успешные зачеты. Все нормально, хорошо. Все ровненько. Работаем. Есть работа, есть зарплата. У детей, у внуков все хорошо, нормально. Так что, в общем, довольны годом. Прошедшим годом довольны. Несмотря ни на что, интересно. Целая жизнь, всего много событий. Думаю, что будет еще только лучше. А у вас? Ну, родился вы что? Много событий было. Разных? Разных, да. Интересных. Хорошо прошел год. Для нас хорошо. Ну, вообще, год для меня лично очень классный. Потому что я наконец-то устроилась на работу, которую хотела. Реально, вообще, очень мне нравится. Занимаюсь тем, что вот прям душа моя горит. Плюс, летом съездил в лагерь, вожатый, очень прям эмоции до сих пор переполняют. Просто невероятно. Даже несмотря на такую промозглую погоду, все равно как-то вот греет все, что вокруг происходит. Такое все радостное, новогоднее. Уже хочется в Новый год как будто бы. Интересно, что он принесет. Успехи детей и запоминающиеся путешествия, собственные достижения и самое большое чудо в мире. Появление на свет нового члена семьи. Несмотря ни на что, 2022 год принес людям и позитив. Чем-то хорошим он запомнился каждому из опрошенных нами прохожих. Многие из них делились и своими планами на 2023. На следующий год, ну, работать, вот, работать, учиться, вот, и в дальнейшем также чего-то положительного ожидаем от этого года. Вот, только положительных эмоций, здоровья, здоровья от всех, для себя, для близких. Год проходит удачно, успешно. Значит, сказать, что сделано, много сделано, и хорошо, что планы остались на следующий год, то есть есть над чем работать. Если вы еще не успели оглянуться назад и подвести итоги уходящего года, сейчас самое время. Новый 2023 нужно встречать с новыми мечтами и желаниями, и тогда они обязательно сбудутся. Ирина Суконкина, Александр Овчинников. Народные новости.